Печорским СМИ официально представили нового начальника отдела МВД России по городу Печоре. Напомним, им стал подполковник полиции Эдуард Александрович Рыбинцев. До назначения на эту должность он возглавлял Усинское УВД. Новый начальник Печорского УВД в свои 41 год успел послужить в одной из самых трудных точек России. В 1995 году, когда банда Басаева совершила теракт в городе Буденновске Савропольского края, Эдуард Александрович служил в изоляторе временного содержания. Буденновского УВД. И вот тот момент шаговый, когда мы сделали, зашли в эту больницу и начали приглашать граждан, для того, чтобы провести опознание, кто кого опознает. И, конечно, это очень было сложно пережить, честно вам скажу, потому что эмоции, эмоции близких у родных, этот крик, вот это все, вот это, вообще, все тело тряслось, будем так говорить, очень тяжело. Но, тем не менее, вот это я прошел, вот этот этап, и вы знаете, для меня сейчас ничего страшнее нет, кроме смерти, наверное, родных и близких. С 95 по 2006 годы служил в уголовном розыске. Прошел путь от оперополномоченного до начальника отдела. Образование высшая, специальность юриспруденция. Назначение на эту должность произошло в непростое время. Сейчас сотрудники проходят аттестацию. Сейчас у нас в отделе создана аттестационная комиссия, куда вошли заместители и руководители подразделений. Данная комиссия уже аттестована. И с понедельника, то бишь 4 июля, эта аттестационная комиссия начинает полным ходом работать здесь уже на местах. И будем уже аттестовывать личный состав, который находится в нашем подчинении. Основную массу времени я провожу на службе, подчеркнул новый начальник отдела. Так что и его новым подчиненным следует настраиваться на серьезную и напряженную работу. Аванс, который мне дали, я, конечно, должен этот аванс оправдать. Я понимаю, что есть и будут сложности. Но, тем не менее, я думаю, что тот коллектив, который здесь на сегодняшний день есть, я думаю, мы с этим коллективом сообщаем. Мы не уроним это имя. Имя отдела по городу Печу мы не уроним. И то хорошее, доброе, которое в свое время здесь создавал, созидал Александр Ефимович, мы, конечно, его должны никак не уронить, а наоборот, с честью низки и с достоинством.